Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр. Первая рабочая неделя в этом году идет полным ходом, и самое время ненадолго отвлечься от суеты на новый выпуск новостей видеоигровой индустрии. А новости есть. Так, например, сериал The Last of Us был тепло встречен прессой, нейросети начинают делать игры, а в сфере VR-игр появился новый инновационный гаджет, который приближает светлое технологическое будущее. Самое время заварить себе чайку, поставить лайк, подписаться на канал со всеми уведомлениями, а также на наши соцсети, ссылки на которые есть в описании и первом комментарии под видео. Вы на канале DLC, и мы начинаем. И начнем мы с новостей о сделке Microsoft's Activision Blizzard, Санта-Барбара у которых не утихает. Итак, один из регулирующих органов CMA перенес срок решения по этой сделке с 1 марта на 26 апреля. Можно сказать, что блокировка сделки Федеральной торговой комиссии США обострила интерес остальных служб по всему миру, и те стали гораздо более внимательно проверять ее. Так, например, в конце месяца японский регулирующий орган объявит свое решение. Однако компания Microsoft заявляет, что мы ожидаем, что Европейский Союз и Великобритания скоро придут к соглашению. Возможно, с помощью средств правовой защиты. А затем обратятся в FTC с этими результатами, чтобы ускорить решение самой FTC. Компания все еще рассчитывает окончательно завершить покупку Activision Blizzard 18 июня этого года. Корпорацию поддерживает и большинство профсоюзов США. Американские работяги призывают торговую комиссию одобрить поглощение. Большинство аналитиков все еще считает, что вероятность того, что сделка состоится, выше, чем ее блокировка. В сети появились кадры игры от PlayStation, которая станет началом новой франшизы. Пока что в открытый доступ попали лишь съемки раннего билда проекта. Однако известно, что игра будет шутером от третьего лица в сеттинге научной фантастики. Создаваться он будет на Unreal Engine. MSI опубликовала сообщение в социальных сетях, в котором предлагает пользователям покупать RTX 4070 Ti вместо RTX 4080, что вызывает споры с NVIDIA из-за политики ценообразования, применяемой компанией до сих пор в отношении графических процессоров RTX 40-й серии. Словно могучий монолит NVIDIA RTX 4070 Ti в настоящее время продается в магазине MSI, говорится в сообщении производителя. Ощутите всю мощь архитектуры ада Лавлайс по цене не такой плохой, как 4080. Более того, большинство поддержало слова производителя, подтвердив, что цены на новые видеокарты действительно сильно завышены. А тем временем Nintendo строит планы на 2023 год. И недавно японская компания опубликовала список крупных проектов, которые выйдут на Switch в первой половине 2023 года. А именно Persona 4 Golden 19 января, Fire Emblem N-Gage 20 января, Kirby's Return to Dream Land Deluxe 24 января, Octopath Traveler 2 24 февраля, Bayonetta Origins Ceresa and the Lost Demon 17 марта и The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 12 мая. Кроме того, Master Detective Archives, Raincoat, Disney Illusion Island, Minecraft Legends и Pikmin 4 не имеют даты релиза. Небольшой издатель U-Bot анонсировал проект под названием Nucleosup. Игроку предстоит взять на себя роль капитана атомной подводной лодки и отправиться на серию опасных боевых заданий. Необходимо контролировать как уровень боевого духа и потребности экипажа в кислороде и идее в воде, так и состояние технических систем. Так, например, особенно внимательно нужно следить за ядерным реактором, сердцем вашего боевого корабля. Трейлер демонстрирует одно из заданий – получение координат целей, нанесение удара, неудачная попытка скрыться, после чего субмарина получила пробоину. Большинство технических систем отказало, и судно легло на грунт со всем экипажем. Проект не отличается прорывным визуалом, однако лично мне такая идея кажется любопытной. Ближе к концу недавно наступившего года выйдет игра в жанре тёмного фэнтези Nightingale, или в переводе на русский – Соловей. Разрабатывается проект студии, которая также участвовала в разработке игр серии Mass Effect и Dragon Age. Однако в своём новом проекте разработчики уходят от концепции этих игр. Вот что говорит директор студии. Честно говоря, в Dragon Age мы делали Sword and Board Fantasy, а в Mass Effect – высокую фантастику. И мы подумали, что есть много действительно интересных историй, которые мы можем рассказать, когда вы можете относиться к миру немного больше, потому что вы его узнаёте. Отличаться будет и стиль повествования. Это не так сложно, как то повествование, которое мы делали в играх BioWare. Концепция этой игры во многом представляет собой гигантскую песочницу для истории игроков. В то время как то, что мы делали в BioWare, было хорошо написано историей, которая имела ответвление, но в конечном итоге всё заканчивалось одинаково. Может быть, там есть несколько вариаций, но в целом все наслаждались похожей историей. В то время как это должна быть песочница, в которой игроки будут разрабатывать и создавать свои собственные истории, и в конечном итоге жить вместе. Недавно один из менеджеров Ubisoft, ранее работавший в DICE на Admirals Edge и Battlefield, высказал своё мнение о достижениях в играх. По мнению разработчика, достижения или трофеи вредны для игр. Они сужают количество проектов, мешают и отвлекают внимание, а также потребляют ресурсы, которые могли бы сделать игру лучше. А что вы думаете? Ачивки нужны? Или же они мешают наслаждаться игрой, превращая её в унылый грин достижений? Итак, самое время поговорить про нейросети и их отношение к играм, и начнём мы издалека. В последние несколько месяцев искусственный интеллект вышел на новый уровень. Ярче всего это демонстрируют два его представителя – ChatGPT и MeetJourney. Вероятно, каждый из вас хоть раз натыкался в соцсетях на интересный эксперимент. Например, на персонажей саги о Гарри Поттере, нарисованных в стиле аниме от Миядзаки, которые были созданы нейросетью. Или вот в последних числах декабря в сети завирусился созданный этим же искусственным интеллектом концепт Лего по Киберпанк 2077. Всё это – работа MeetJourney. ChatGPT же является текстовой нейросетью, которая способна не только, подобно Гуглу, отвечать на запросы, но и поддерживать диалог, а также способна на творчество. Так, например, искусственный интеллект способен написать стихи или рэп в каком угодно стиле и про что угодно. Хоть оду жареным пельменям в стиле Пушкина, хоть песню о колонизации Марса в стиле Битлз. А ещё писать сочинения и диссертации, художественные произведения, рассказывать придуманные анекдоты, а ещё писать код, причём на любом языке программирования. Вот мы и подошли к сути нашего разговора. Сегодня нейросеть способна создать как техническую часть игры, так и ассеты к ней абсолютно самостоятельно. Важно лишь правильно сформулировать запрос и создать свою идею. И это далеко не теория, а самое, что ни на есть действительность. Так, на этой неделе стало известно, что небольшой финский разработчик для создания трейлера своей игры использовал ассеты, нарисованные Мид Джорни. Видеть результат вы можете на экране. Месяц назад парень одним коротким предложением создал ранний билд игры. Стоило лишь написать ChargerPT «Создай клон Flappy Bird» на Python и вуаля, простенький платформер готов. Но дальше всех пошёл один из ютуберов. С помощью кода, который написал ChargerPT и ассетов, нарисованных полностью Доли 2, и ещё одним искусственным интеллектом, способным красиво рисовать, была создана полноценная игра с прокачкой и анимированным задним фоном. Человек не приложил руку ни к одному из аспектов проекта, даже название было придумано роботом. Впрочем, профессиональные IT-специалисты отмечают, что на данном уровне нейросети способны лишь помогать при создании серьёзных проектов. Однако не стоит забывать, что полгода назад нейросети рисовали лишь полуабстрактные кривые загогулины, которые были похожи на рисунки совсем маленьких ребятишек, а текстовых нейросетей в принципе не существовало. Искусственный интеллект выполняет огромное количество функций. Недавно Microsoft создала нейросеть, которая по нескольким секундам аудиозаписи вашего голоса способна в точности прочитать им абсолютно любой текст. Так что, друзья, скоро я вам не понадоблюсь. Почувствовать себя человеком будущего позволит и гаджет из следующей новости. Возможно, те, кто смотрел фильм «Первому игроку приготовиться», вспомнят дорогое и недоступное для большинства даже в будущем устройство. А именно особый костюм, который позволял чувствовать прикосновение и удары, которые существовали лишь в виртуальной реальности. Однако, как бы фантастично это ни звучало, такой костюм уже существует. Футболка Ovo Game позволит ощущать укусы насекомых, удары и даже пулевые попадания, происходящие в игре. Происходить это будет за счет несильных электрических разрядов разной интенсивности. А настроить абсолютно любой параметр девайса можно будет с помощью приложения на телефоне. Стоить приблуда будет 500 долларов, и скоро гаджет уже поступит в продажу. Но запомните, первое правило такой футболки – не заходить в соул с игры и UFC. Японская компания Aroma Join представила Aroma Shooter – устройство для передачи запахов из игр, фильмов, VR и аниме прямо в нос игрока. Работает чудо-девайс на ароматических картриджах, которые поддерживают более 100 запахов. Есть в двух вариациях – в виде маски и статичного устройства, устанавливаемого в комнате. Стоимость такого чудо-техники – 1000 долларов, а каждый из картриджей стоит еще 55 долларов. В общем, богатый человек может играть в Dark Souls не только чувствуя удары врагов, но и ощущая запах ядовитых болот. Это ли не будущее? Ни для кого не секрет, что одной из самых ожидаемых игр этого года является Starfield. И так уж повелось, что почти вся информация об игре, анонсы, появления на выставках, объявления о переносе – сопровождаются упоминанием еще одного проекта – Redfall. А ведь на самом деле эта игра, вероятно, тоже заслуживает внимания. И недавно появились некоторые подробности о том, чем же будет проект. Redfall предлагает невообразимо большее пространство открытого мира, чем в Prey Talos 1. В игре будет база, где вы можете поговорить с NPC и получить побочные квесты. Игрокам предстоит выполнять сюжетные миссии или свободно путешествовать по открытому миру. Перестрелки имеют решающее значение, а нанятые разработчики из id Software очень сильно помогли в разработке шутерной составляющей. Мир игры разделен на два отдельных района – это обширная городская территория и сельская застроенная территория. Многие из этих аспектов Redfall не являются предопределенными действиями, а являются частью смоделированного пространства. Смена дня и ночи радикально меняет ощущения от игры. Ну а так как игру разрабатывает уважаемая нами студия Arkane, известная своими играми серии Dishonored, Prey и Dazzleup, то игра не будет лишена иммерсивности. Игрокам предстоит активно использовать разные опасности окружающей среды против врагов. Redfall выглядит, цитата, как смешение ценностей Arkane с Far Cry 2 или Stalker. В общем, игра незаслуженно находится в тени Starfield. Ну а что будет на релизе, посмотрим. Недавно в сети появилась информация о том, что у перезапуска серии Fable серьезные проблемы. Однако один из девелоперов опроверг эти слухи. Напомним, ранее говорилось, что последнюю сборку большая часть команда признала неиграбельной. Игра создается на двух движках сразу, что создает огромное количество трудностей. А в августе игра была готова лишь на четверть. Однако в итоге, по словам разработчиков, это неправда. Что ж, хочется верить. Sony представила контроллер для людей с ограниченными возможностями. Новый контроллер для PlayStation 5 получил кодовое название Project Leonardo. Он разработан специально для людей с ограниченными возможностями. И вот что о нем говорит старший вице-президент Sony отдела планирования и управления платформами. Сегодня на выставке CES мы объявили о следующем шаге в нашем стремлении сделать игры более доступными. Project Leonardo для PlayStation 5. Разработанный с участием экспертов по доступности, членов сообщества и разработчиков игр, Project Leonardo — наше кодовое название для нового, настраиваемого контроллера, который работает из коробки, чтобы помочь многим геймерам с ограниченными возможностями играть проще, комфортнее и дольше. Забота о людях с ограниченными возможностями в последнее время проявляется в индустрии все чаще. И это очень крутая тенденция. Ведь добавление, например, языка жестов в игру не стоит большого количества денег, однако позволит человеку почувствовать, что общество не отвернулось от таких, как он. Свой геймпад представила и компания Microsoft. Вернее, презентовала его компания Asus, однако девайс официально сертифицирован Xbox. Основной фишкой контроллера является небольшой OLED-экран в верхней его части, а также улучшенное оборудование для вывода звука высокого качества. На экран можно будет выводить свои анимации, текст, информацию о подключенных девайсах или просто картинки. Хотели бы себе такой? А тем временем сериал The Last of Us получил порцию почести от критиков и заслужил 82 балла из 100 на самом объективном и честном в мире сайте Metacritic. Рецензии тоже в основном хвалебные. Ранее появилась информация, что первый сезон стоил более 100 миллионов долларов, больше, чем любой из сезонов Игры Престолов. Помимо этого стали известны некоторые различия между игрой и ее экранизацией. Так, например, в мире игры Грибок передавался по воздуху, из-за чего главные герои вынуждены были часто надевать противогазы. Однако съемку в противогазах решили не проводить, поэтому по сюжету сериала Грибок будет распространяться усиками. Из курса школьной биологии сразу навевает ассоциации с земляникой, которая имеет схожий способ распространения. В Square Enix все еще не могут точно сказать, будет ли представлена ПК-версия Final Fantasy XVI. Науки Йосида, продюсер игры, комментирует это так. «Люди говорят, будто появится версия для ПК, но мы-то ничего такого не говорили. Почему все считают, что версия для ПК выйдет через полгода? Просто купите PlayStation 5». Ну, конечно, все просто. Чего вы паритесь? Неужели так сложно купить плойку, на которой релиз Final Fantasy XVI состоится 22 июня 2023 года? Стала известна точная дата проведения Xbox Developer Direct. Шоу будет проходить 25 января в 23.00 по Москве. Подробно расскажут про Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online, Redfall, Minecraft Legends и о многих других проектах от внутренних студий Microsoft. А также обещает показать новые геймплейные ролики. Что касается Starfield, для нее разрабатывается отдельное шоу, цитата, с глубоким погружением. Разрабатывается игра по сериалу «Сверхъестественная» от российской студии Red Star Games. Скорее всего, игра будет выпущена для мобильных устройств, так как авторы специализируются на мобильных проектах. Протагонистом выступит Дин Винчестер, которого озвучит Михаил Тихонов, являющийся официальным голосом Дина. Релиз состоится в 2023 году. Первый из пяти глав будет бесплатный. Ну а мы снова прилетели в будущее. MSI показала свой первый маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 7. Он вращает антеннами, чтобы улучшить сигнал, а также чтобы поймать сигналы из звездной системы Альфа Центавра. Модель называется RadX BE22000 Turbo. Цифра 22000 в названии намекает, что скорость передачи данных будет достигать 22 Гбит в секунду. Ну и под занавес традиционно цирк с конями. На сей раз о Сталкере 2. Началось все с того, что со скоростью разряда Гаусс-пушки по интернету разлетелся скриншот с якобы официального сервера игры, где якобы ее комьюнити-менеджер написал, что в игре цитата «будут представлены меньшинства». Это одно из условий Microsoft. В русском сегменте сети поднялся немалый шум. Одни бежали отменять предзаказы, другие же придумывали новую биографию Сидоровича, который менял ориентацию, пол и цвет кожи. Однако спустя несколько часов от официального аккаунта комьюнити-менеджера JC GameWorld пришло опровержение сообщения. И вскоре окончательно стало ясно, что никакой комьюнити-менеджер ни на каком официальном сервере ничего не писал. Вот так вот, друзья, кругом один обман. А ведь так хотелось увидеть вместо Сидоровича Сидоровну. Однако достоверно известно из трейлера игры, что в игре будут женские персонажи. Если вдруг кто-то из зрителей не знал, то ни в одной из частей «Сталкер» нет ни одного женского персонажа. И, видимо, сердце Чернобыля отменит это правило. А прежде чем попрощаться, я хотел бы выразить огромную душевную благодарность всем, кто поддерживает нас финансово. Их вы можете видеть на экране. Это очень важно. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, спасибо всем, кто нас смотрит, ставит лайки, оставляет комментарии и бьет в колокол, чем предлагаю заняться и сейчас. Оставайтесь с нами. Дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь. Всем добра.